Здравствуйте! Вы смотрите программу Работа. И сегодня поговорим о том, что у мульдьяновских фермеров в очередной раз собираются усадить за парты и поможет нам раскрыть тему Еремеев Анатолий Николаевич, руководитель Центра довузовской и профессиональной подготовки Ульяновского государственного аграрного университета. Анатолий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, уже не первый, так скажем, такой набор идет фермеров, но давайте обговорим сроки этого года, кто может участвовать и вообще для чего это людям надо. Да, все верно. Мы уже третий год участвуем в реализации проекта «Школа фермера». Проект реализован по инициативе Рослихозбанка, им же финансируется в полном объеме. У нас уже за период обучения обучилось за первую и вторую волну 75 человек. В этом году также объявили набор уже 45 человек. Дополнительно ожидаем три направления подготовки – рыбоводство и акуакультура, животноводство с основными кормлениями. И достаточно новое направление для нашей Ульяновской области – это сельский агротуризм. Достаточно интересное такое направление. Если будет время, я чуть попозже о нем более подробно расскажу. Кто может участвовать? Ну, сразу скажу, что проект реализуется с целью поддержки развития фермерского хозяйства на территории Ульяновской области. Поэтому в основном он направлен на поддержку действующих фермеров, в том числе и на создание новых хозяйств. То есть мы практически принимаем людей, которые, ну, скажем так, со школьной скамьи готовы заняться фермерством. Не имея никакого образования, мы им, соответственно, это образование и даем. Сроки реализации в этом году. Сам проект будет запускаться ориентировочно середина сентября обучения. Срок обучения примерно 2,5 месяца. То есть уже где-то к началу декабря планируем закончиться. Летом дадим рекламу широкую массовую и начнем собирать заявки. А вот 2,5 месяца немало? Или там, в общем, потому что люди опытные, люди фермеры, им как раз достаточно для того, чтобы освоить какие-то новые направления, и узнать определенные нюансы? Срок обучения составляет 250 часов. Может быть, кому-то мало, а кому-то, учитывая, действительно, как вы верно сказали, что есть люди уже там действующие, фермеры, они уже базовым знанием, базовой информацией обладают. Для них вот мы готовим, скажем так, самые выжимки, самую суть знаний, и мы это передаем. Кто передает? Преподаватели, учителя аграрного инвестика, в том числе мы приглашаем специалистов внешних. Вот, например, по направлению агротуризма, как я уже говорил, сравнительно новая для нашей Ульяновской области, мы приглашали спикеров и лекторов с Республики Торстан. И скажу так, что хорошо с ребятами поработали, прокачали группу, ребята остались очень довольны, получили хорошее знание, навыки и умения, которые они в дальнейшем уже будут применять в своей профессиональной деятельности. Ну вот после обучения, через два с половиной месяца, это просто диплом или ребята, ученики, студенты, как их назвать, будут разрабатывать какой-то проект, то есть выхлоп, кроме новых знаний, какой? Значит, да, выхлоп есть действительно. Значит, мы как бы следим за нашими учениками, смотрим новости, видим, где тот или иной проект реализуется и так далее. То есть в процессе обучения они защищают, под завершение обучения защищают проект, составляют бизнес-проект, вот как студент, например, обучается у нас в ВОЗе, под конец он пишет выпускную инкуляционную работу, то есть проходит государственную итоговую аттестацию, перед комиссией сощает. Действует точно так же. Готовят бизнес-проект по своему хозяйству, рассчитывают сроки окупаемости, определяют размер необходимых денежных вложений, где-то свои средства используют, где-то планируют участвовать в гранте, где-то в банке занимают. Все это расписывают по статьям расходов, затрат и так далее. И перед комиссией этот проект защищают. Достаточно интересные проекты, ребятишки молодцы. То есть как бы вот получается полноценная, такая итоговая защита идет. Вы так называете их, ребятишки, а возраст средний какой? Ну, ребятишки. Понятно, что люди, да, постарше все-таки. Да-да, все верно, вы подметили. У меня уже просто, как у преподавателей, сложилась вот эта профессиональная деформация. Привыкли студентов называть ребятишками, они все младше нас. Действительно, здесь верно подметили, это уже не ребятишки, это уже слушатели. Возраст начинает 18 лет, то есть после завершения обучения в школе, не младше 18. А верхняя планка не ограничена. У нас были люди за 65 лет и старше. То есть самое главное, это, наверное, все-таки наличие желания. А все остальное там... Критерии отбора есть, конечно же, мы их используем, применяем. Но, наверное, на первом месте стоит желание заниматься. Не сложно с такой разновозрастной группой работать. Тем более, опять-таки, если кто-то сразу после школы, опыта, соответственно, нет, есть люди постарше, которые, я не знаю, может быть, своим опытом могут преподавать или немножко задавить. Есть и такое, есть и такое. Но вот я подчеркну, что все-таки преподаватели огранного инститета достаточно компетентно в своей сфере деятельности. Вот был один такой момент, я запомнил по первой волне в школе фермера. Обучение было по теме, что-то связано с организацией крестьянско-фермерских хозяйств. И вот действующие фермеры, которые давно этим занимаются, они впечатлениями потом делились, сказали, что мы даже некоторые моменты, например, сколько уже работаем, кто-то даже не один десяток лет, мы, говорит, некоторых моментов и не знали, что они на законодательном уровне даже прописаны и регламентируются. Вот спасибо преподавателям, что они до нас эти святия не донесли. То есть такое все равно, несмотря на опыт, остается место для чего-то нового. Да, да, все верно. Но это как-то специально вписывается в программу, или это, в принципе, такие азы, которые вроде бы все должны знать, но кто-то, как говорится, работает по наитию? Ну, тут трудно сказать, трудно сказать. У всех действительно уровень подготовки разный, и кто-то работает, кто-то самостоятельно готовится, ищет информацию, кто-то знакомых опрашивает, кто-то в интернете ищет. Мы стараемся вот самые основы взять, основы, добавить туда конкретную специфику, и эту информацию уже доводить слушателям в процессе обучения. То есть мы понимаем, что у нас обучаются люди, они имеют базу подготовки, и в том числе люди, которые уже давно этим занимаются. Стараемся как бы вот, план выстроиться так, чтобы все получили необходимую информацию. А вот с первой и со второй школы есть проекты, какие прям вот запомнились, может быть? Да, есть, запомнил. Какие? Вот буквально недавно в новостях, случайно на портале 73 онлайн, мы увидели статью от 19 мая. Дудко Оксана, у нее в Чедоклинском районе, в селе Богдашкино, если не ошибаюсь, предприятие по разведению форели, то есть рыбохозяйства, янтарный ручей. Вот, и она у нас обучалась, вторую волну в школе фермера, именно обучалась по направлению агротуризм. То есть, как она говорила, что она вот планирует на базе это хозяйство, она уже этим начала заниматься, организовать такой экскурсионно-туристический комплекс, чтобы люди не только там рыбку могли приехать и половить, но и в том числе провести время, пользуясь для себя, то есть отдохнуть. И вот буквально недавно она как бы этот проект получила развитие, продолжение там уже домики начали строиться и прочее. То есть она обучалась у нас в прошлом году по направлению агротуризм, и сейчас вот эти знания применяет в своей сфере деятельности. — Класс, ну приятно, наверное, так увидеть, что все труды пошли не напрасно, а что люди действительно развиваются. — Ну да, не зря есть такая поговорка, школа гордится своими выпускниками. — Гордитесь? — Гордятся. — Отслеживаете немножко? — Да, посматриваем, посматриваем. — А потом возвращаются, приходят, ну, я имею в виду там, может быть, ну, не просто спасибо сказать за школу, может быть, предложить свою базу под там учебную практику студентов, еще что-то, ну, такое взаимодействие наверняка же выстраивается. — Да, все верно, конечно же, контакты остались, у нас и группы остались, мы их никуда не удаляем, то есть они там в мессенджерах, эти группы остались информационные, там периодически возникает объявление, кому-то из фермеров требуется там помощь, кто-то корма хочет закупить, кто-то, наоборот, продать, и в этой группе они между собой тоже общаются, ну, и мы там присутствуем, там контакты со всеми остались, и с некоторым фермером договариваемся у них, потом действительно проводим уже учебную практику для других потоков, которые обучаются впоследствии. — А как вообще выбирались направления для школы фермеров? Потому что там животноводство, рыбоводство, агротуризм. Вот почему на них сделали упор? — Ну, это решение принималось совместно с Министерством АПК и развитие сельских территорий Ульяновской области, с Роселихозбанком, ассоциации фермерских хозяйств Ульяновской области. Представители агромного инститета вместе сидели, обсуждали, где есть потребность в регионе, в каких направлениях подготовить. — Ага, то есть это выбирались направления, которые стоит немножко подтянуть? Куда стоит побольше людей направить? — Ну, можно сказать и так, да. Где есть востребованность. — Востребованность, ага. Обещали в самом начале чуть побольше про агротуризм рассказать. Что это за направление такое? — Ну да, у нас в этом году мы уже второй раз реализуем подряд. Это говорит о том, что если мы второй раз опять запустили, то, опять же, есть заявки, люди хотят этим заниматься. Само направление сельский агротуризм. Вот для Ульяновской области, как я уже сказал, сравнительно новое направление. Мы спикеров приглашали с Республики Тарстан. Вот здесь в Ульяновске тоже как бы свои были, но мы решили немножко расширить охват преподавателей, чтобы побольше слушателям дать разнообразных знаний. Ну, здесь сравнительно новое направление. То есть вот сами слушатели, которые у нас, они уже, скажем так, действующие фермеры, у них уже имеется, могу даже пример привести, у них уже имеется действующее хозяйство. Ну, как, например, с Оксаной, как я уже говорил, действующее хозяйство. Кто-то рыб разводит, у кого-то там, например, ипподром, как Инский район, Чернецов Олег Николаевич. И они хотят развивать свой бизнес дальше. Именно в направлении отдыха. То есть развитие внутреннего туризма – одна из перспективных направлений отрасли в наше время. Под это дело выделяются гранты. Люди хотят участвовать, хотят вкладывать деньги в развитие. Есть желающие отдохнуть, приехать, позаниматься, половить ту же самую рыбку. И вот, соответственно, а для того, чтобы это развивать, так как направление сравнительно нового для Ульяновской области, нужны знания. И вот здесь мы начали активно тоже в этот процесс вовлекаться. Для нас, как я уже сказал, новое, не только для Ульяновской области, для нашего аграрного университета направление было достаточно новое. То есть у нас нет такого направления по программам высшего образования, как агротуризм. Вот поэтому нам приходилось осваивать, можно сказать, СОЗОВ, людей искать, собирать по Привозскому федеральному округу, искать базы для проведения практики и так далее. Но вот проект, который я смотрел, интересные проекты, захватывающие, которые во время защиты были. Ну, то есть такое направление новое, поэтому, наверное, интересно и, так скажем, потребителю, потому что появляется что-то новое, какие-то новые варианты для отдыха. Ну и для, собственно, непосредственно фермеров новое направление для, ну, так скажем, прямо получения выгоды. Ну да, да, конечно, совершенно верно. — А вообще, насколько это направление, ну, я не знаю, вот вы говорите, в Ульяновске было не очень развито, то есть немножко отстали от соседних регионов? — Нет, я немножко не совсем верно выразился. У нас уже этим начали заниматься, начали заниматься, и гранты начали же выделяться уже достаточно давно. Вот, но когда мы начали искать педагогов для того, чтобы проводить занятия... — По педагогам. — Да, да, то есть нам нужны были люди, которые этим давно занимаются, у них уже отработаны вот эти преподавательские методики все образовательные. Вот, поэтому в этом плане можно сказать, что сравнительно новое направление в плане образовательного процесса. — Ну и плюс, я так понимаю, получается у нас немножко меняется сознание людей, потому что раньше, я как представлял, агротуризм, ну, вернее, вообще туризм, ты приезжаешь куда-то, что-то просто смотришь, отдыхаешь максимально, а здесь люди тянутся в село, то есть появился спрос на это? — Да, все верно, и не зря, вот именно такое разделение сельский и агротуризм. То есть сельский — это все, что связано с селом, скажем так, с укладом села, то, которое село было раньше у нас в деревне, вся эта вот домашняя утварь, быт домашний в селе. Все это тоже ремесла, все это интересно, людям интересно смотреть, как жили предки и так далее. Агротуризм — это уже направление больше связано там, где имеется какое-то производство, и там люди своими руками даже могут, например, подавить корову, молоко получить, сыр какой-то сделать, там рыбку из пруда выловить. То есть где-то даже вот виноградники у нас есть, они могут там виноград собрать, там на прессе подавить, вино сделать. То есть вот своими руками люди приобщаются к этому процессу, отдыхают. Отдых тоже ведь он разным бывает, активный. Ну вот сейчас такое ощущение, что больше начинают как раз выбирать активный отдых, и такой запрос идет на интересное времяпрепровождение, а не просто приехал, полежал где-то в выходные и уехал обратно. Полностью такие направления, отдых согласен. — А в самом начале тоже заметили, что были, ну и есть критерии отбора участников школы-фермера. Что за критерии, чему надо соответствовать? — Ну, наверное, один из самых главных критерий — это желание. Желание, вот такое яркое желание слушателей, то есть конкурсантов, принять участие в обучении. Ну, желание трудно оценить, поэтому мы составляли такую краткую анкету опросник, всем раздавали, не заполняли, и комиссия конкурс уже рассматривала и отбирала как бы для дальнейшего обучения участников проекта. Какие критерии мы прописли в самой анкете? Ну, так как у нас по условиям конкурса проект реализуется на территории Львовской области, то есть обязательно прописка на территории региона. А потом прописка должна быть не городской, то есть, опять же, на селе. Ну и понятно, раз фермер живет на селе, он хочет развивать сельскую территорию. Он должен там жить, он должен этим как бы болеть. — Он должен убрать это изнутри. — Да, все изнутри. И поэтому мы отбирали именно с сельской пропиской. Один случай, правда, был там, городская прописка была у человека, но у него уже было предприятие, значит, просто он собирался как раз и прописываться деревне в недалеком будущем. То есть комиссия подошла к этому взвешенно, рассмотрела все вот эти его, значит, базу, которая имеется, все пожелания и одобрила, одобрила заявку. Ну а так, еще дополнительно, конечно же, учитывалось наличие собственных ресурсов, таких как помещения, например, животные, инвентарь, техника и так далее. Понятно, что человеку, у которого это уже есть, он с гораздо большей степенью вероятности будет заниматься активно фермерским хозяйством, чем человеку, у которого все это в проекте. Но я еще раз подчеркну, что все-таки мы обратили внимание, комиссия смотрим за успехами наших выпускников, все очень сильно и во многой степени зависит от желания самих людей, от их стремления. Ну а вот есть максимум желания, но нет возможностей, как вы сказали, там нет помещений, животных, еще чего-то. То есть здесь все равно можно в программу просочиться? Да, вот здесь как раз и приходят на помощь различные гранты, региональные проекты и так далее. То есть вот одним из условий получения грантов является наличие образования. То есть такие гранты, как агростартап, а наличие образования профильного, и вот это образование мы как раз даем. То есть я знаю, что у нас принимали участие выпускники нашей школы, подавали гранты, и по моим сведениям, вот некоторые из них эти гранты выигрывали. То есть вот это образование не пригодилось. А нет такого, например, что вот есть хозяйство, да, у хозяйства есть руководитель, есть какой-нибудь молодой человек, которого руководитель берет и отправляет к вам, чтобы впоследствии он в этом хозяйстве возглавил, например, направление того же сельского агротуризма. Или все-таки все пока пытаются сами-сами? Вот по поводу агротуризма, там в основном у нас обучались, насколько я помню, именно сами руководители. Вот, то есть им самим нужны были знания. Ну, а по другим направлениям? Да, там были ситуации, когда работники от предприятия посещали занятия, обучались, соответственно, по выходу получали диплом и знания. То есть это уже руководитель заинтересован в повышении квалификации своих сотрудников? Да-да, все верно. У нас был один такой случай с Таничного, это село Троцкий-Сангур. Работника сыроварни направляли к нам на обучение по сыроделю, он обучался, и действительно, когда он обучался, было видно, что он работает, у него есть уже знания базы, причем неплохие. Вот опять-таки, три направления, да, животноводство, рыбоводство, агротуризм. Тут в каждое направление набираются люди или, в принципе, они получают сразу знания по всем трем компетенциям? В каждое. В каждое? Да. Какое самое востребованное? По прошлому году агротуризм. Ага, все-таки. Да. Животноводство, рыбоводство не очень, да? Тоже, тоже, тоже. Животноводство в позапрошлом году было очень востребовано, и в позапрошлом году было рыбоводство. Вот. Но по проценту сношения все-таки больше людей пошло на животноводство, на рыбоводство поменьше. Ну, возможно, связано с развитой сетью хозяйства, не могу сказать точно. То есть, животноводских хозяйств, возможно, больше, поэтому и больше участников. Ага, рыбоводство, наверное, еще и посложнее. Ну, так если брать. Я просто не знаю, вот для меня одинаково далеко как животноводство, так и рыбоводство. Просто по ощущениям, ну что, вот, выгул, там, выпас коров, если там заниматься крупным рогатым скотом, вот поле есть, все, они туда пошли, все нормально. А с рыбами тут надо водоем, и там, я не знаю, температура воды, еще что-то, чтобы все, чтобы она росла, это нормально. Все верно, да. Рыбоводство просто так нельзя заниматься, там надо обладать, действительно, правильно подметили, иметь соответствующую базу и обладать специфическими знаниями. И, может быть, поэтому у нас рыбных, рыбхозяйств поменьше, чем животноводческих в Ульяновской области. Ну, все равно так, если на слуху все чаще звучат. Все чаще, все верно, да. Начинает набирать обороты вот эта вот деятельность. Ну, в том числе, наверное, благодаря вам, вашей школе. Не только нашей школе, у нас еще, помимо школы фермера, реализуется программа высшего образования по данному направлению, это водные биоресурсы, акультура. То есть мы там также готовим специалистов для работы вот в сфере именно рыбоводства. А, то есть это уже вузовская программа. Да, да, это уже программа высшего образования, реализуется в УЗИ. Так, а вот если брать школу фермера и специалистов, которые преподают в ней, специалистов-то хватает? Хватает. Потому что обычно всегда такой вопрос, ну, встает кадр, кто будет учить? Тут вопросы отпадают. Люди есть. Люди есть, да, преподаватели у нас есть, преподавателей хватает на все программы. Ну, вот кроме агротуризма, как я уже сказал, новое направление. По всем остальным программам у нас достаточно компетентные специалисты и достаточно, скажу, неплохой уровень преподавания. Даже вот участники школы фермера это отмечали. Ну, мы как-то подсчитали. В среднем у нас задействовано около 20 преподавателей в данной программе и плюс еще около 10 производственников. То есть 30 человек, они только вот непосредственно дают сами знания в образовательном процессе. Ну, преподаватели не выпадают на это время из вузовского процесса обучения? Или просто это дополнительная нагрузка выходит? Да, мы выстраиваем расписание так, чтобы всех оно удовлетворяло. Там преподавателей много, как я уже сказал, 20 человек, порядка 20 человек. Поэтому, в принципе, там на всех раскидываться терпимо. Но никто не жалуется. Но это дополнительно оплачивается. А, ну тоже тут есть и свои плюсы. Так, еще раз, сколько в этом году человек? 45. 45. Вот в процентном соотношении, если взять первую-вторую школу вот из общего количества слушателей, все ли сейчас продолжают работать в сельском хозяйстве? Все ли там реализовывают свои проекты? Ну, если есть такие цифры, конечно же. Вот трудно сказать, таких цифр нету, не подсчитывали. Не подсчитывали. Тут затрудняюсь ответить. Ну, так вот я понял, что самые яркие моменты, конечно, запоминаются. И уже потом есть этот момент отслеживания. Кстати, школа фермеров — это чисто ульяновское изобретение? Или, в принципе, по всей стране, может быть, в Привозском федеральном округе действует? По всей России, конечно же. Да, это уровень федерального проекта и по всей стране. Уже несколько волн прошло обучение школы фермера. Финансируется, как я сказал, Россельхозбанком, и по их же инициативе этот проект был запущен. Мы вот третий год принимаем участие. Но, насколько я знаю, проект он еще и раньше был до этого. То есть, ну, ульяновск, грубо говоря, три года назад включился. Да. А как-то, я не знаю, там на федеральном уровне отслеживается успехи региона в воспитании фермеров? Ну, если вот прям школу брать. То есть, там, например, сидят так, что у нас с Привозском федеральном? Вот ульяновцы, молодцы. Вот столько человек прошло, столько защитил свои проекты, значит, школа прошла не зря. Ну, контрольное обучение, он непосредственно ведется. Ведется в том числе у нас образовательная платформа, используется для обучения. Наша внутренняя платформа возобразовательная, платформа свое фермерство, Россельхозбанка. И там, и там они выполняют задания, и там, и там мы подаем вовремя информацию необходимую. Конечно же, контроль идет, контроль занятий, контроль посещаемости и контроль выполнения своих вот этих защит и бизнес-проектов. А, кстати, самое главное, это я вроде бы и забыл спросить. Все это обучение проходит на базе ВУЗа или где-то вот постоянно? То есть, если агротуризм, ну да, агротуризм, то, значит, надо куда-то на место выехать, чтобы люди могли воочию посмотреть. Ну, основное обучение проходит на базе ВУЗа. Мы лекции даем дистанционно через образовательную платформу. Практически занятия на территории ВУЗа. То есть, они приезжают, проживают в общежитии. Все это тоже бесплатное проживание, питание на период обучения. Все это бесплатно. А уже после завершения обучения, вот этого теоретического, практического, мы организуем выезды под предприятием Ульянской области. Берем как крупные предприятия для действующих фермеров, чтобы им понять, куда дальше развиваться, так и берем небольшие предприятия для начинающих фермеров, понять, с чего им начинать и куда дальше двигаться. Потому что, ну, в городе, я понимаю, да, там есть вот малый и средний бизнес. Тут вроде человек там, имея небольшую площадь, что-то уже может организовать. Вот в сельском хозяйстве, наверное, так не получается. Там сразу должен быть какой-то масштаб. Ну, нет, почему? Я бы вот, например, даже так сказал, что у нас сами участники школ фермеров, те, которые начинают, они делились, например, вот по сыроделию, они рассказывали, что свой бизнес они начинали, вот, ну, грубо говоря, у себя в квартире на кухне. То есть они там использовали вот эти кастрюли, какие-то вспомогательные покупали, приборы, и начинали делать сыры. И вот с уровня квартиры этот бизнес, он развивался, расширялся, расширялся и доходил уже до небольшой собственной сыроварни, которая, опять же, впоследствии расширялась. То есть все это можно начинать с небольшого и развивать дальше. Ну, и плюс, наверное, школа фермеров такое место, где можно, наверное, наладить контакты. Потому что, опять-таки, основной вопрос, вот вы про сыр сказали, у меня сразу такая, а вот, ну, делаю я сыр, а куда его продавать? Да, все верно. Они между собой общаются, друг друга узнали, тоже контакты ими делятся, информация делится. И когда они составляют бизнес-проекты, там одним из разделов является именно наличие рынка сбыта. То есть они анализируют рынки сбыта, куда будут продавать свои продукты и так далее. То есть они это как бы уже знают, они этот рынок изучают. То есть школа фермеров, это все-таки больше про экономику, наверное? И в том числе. Потому что у нас один из блоков теоретических, он как раз составляет достаточно большой объем именно вот экономические моменты. И уже потом у нас идет разделение по специализациям. У кого-то рыбоводство, у кого-то животноводство и так далее. Ну, то есть все как, в общем-то, в обычном ВУЗе, общие предметы и уже дальше специализация. Да, все верно. Но все-таки, если мы берем школу фермеров, вот как я уже говорил, да, про экономику, это все-таки мы воспитываем, вы, вернее, воспитываете будущие кадры, которые, ну, соответственно, будут включаться активно в экономику Ульяновской области. Да, все верно. То есть мы помимо непосредственно обучения по специализации, еще и вот повышение финансовой грамотности осуществляем. То есть они знают принципы налогообложения и принципы организации, создания крестьянско-черемских хозяйств, ну, и многие другие моменты, которые касаются экономической части. Финансовая грамотность сейчас такое направление, тоже максимально востребованное, по-моему, со школы уже начинают включать его, чтобы там дети уже понимали, как все это устроено. Мы это тоже даем максимально ребятам, доводим до них информацию, чтобы они знали. А вот как можно оценить, когда приходят слушатели, вот их нынешний уровень финансовой грамотности, то есть действительно они что-то для себя новое открывают? Или, в общем-то, все все знали и так? Ну, опять же, у всех уровень подготовки разный. Кто-то действительно уже многие моменты знает, но, тем не менее, я говорю, что были случаи, когда они несколько лет уже занимались, и, тем не менее, для себя какие-то новые моменты все равно открыли и узнали. Ну, а те, кто начинающие, для них это все новое, все интересное. То есть нельзя так, что вот я руководитель хозяйства, да, у меня вот есть бухгалтер, который знает все экономические моменты, вот он пусть этим и занимается. То есть надо все-таки и самому? Ну, если грамотный бухгалтер, может быть, он все и решит, и организует, но ведь один раз знаний-то получить недостаточно, надо постоянно повышать свою квалификацию, переучиваться, проходить предпредготовку и так далее. В том числе, как раз мы это и тоже даем. Ну, в общем, все как обычно. Учиться нужно всегда. Да. Такого момента, что я все знаю, быть, пожалуй, не может. А в нашем современном мире, где у нас идет ускорение прогресса, технология меняется настолько быстро, что за всем уже не уследишь, приходится постоянно учиться, постоянно повышать уровень образования. Ну что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Вашим слушателям, участникам школы-фермера, ну, хочется пожелать удачи, чтобы проекты, что называется, выстрелили. Наверное, это самое главное. Спасибо. Или зрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Анатолий Николаевич Еремеев, руководитель центра довузовской и профессиональной подготовки Ульяновского государственного аграрного университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова